Всем привет, с вами Председатель. Вот уже второй ролик подряд попадает на праздник. В прошлый раз я вас поздравлял. Христос Воскресе! А в этот раз я вас всех сердечно поздравляю с Днём Победы, с 9 мая. Но тему продолжим пасхальную, ведь вся неделя это неделя Пасхи. И под прошлым видео было очень много комментариев по поводу Пасхи. Что это за праздник? Иудейский, славянский, какой-то ещё. Ведь Пасха в том числе находится в группе ранних весенних праздников, связанных с земледелием. Попробуем её рассмотреть с этой точки зрения. Поговорим, естественно, об угощениях на Пасху, о игрищах. Многим вообще удивительно, почему Пасха такой плавающий праздник, то есть зависящий от фазы Луны. Ну, например, Рождество Иисуса Христа это чёткая дата, либо 25 декабря, либо 7 января. А Пасха, воскрешение Иисуса Христа, имеет какое-то такое непонятно плавающую датировку. И, естественно, я постараюсь опираться на конкретные документы, из которых мы и будем черпать знания об этом празднике Пасха. Есть, конечно, деятели в интернете, которые всё разъясняют с помощью разложения слов. Но, честно говоря, мне в это верится слабо. Тем более, эти деятели говорят, поверьте мне на слово, никаких доказательств я вам сейчас не представлю, а потом всё сами поймёте. Но это потом уже длится более 6-7 лет, и никаких доказательств до сих пор нам не представили. Мой дедушка был каким-то там ведуном, он мне всё рассказал, где-то я в лесу встретил какую-то колдунью, и она мне всё рассказала, и вот отсюда идут все мои знания. Понятно, что информация уничтожалась. Книги переписывались, подписывались, подрисовывались иконы. Как вы понимаете, смена ветхозаветного бога на новозаветного бога бесследно не прошла. Что уж там говорить о народных поверьях, о фольклоре, где вслед за христианами пришли коммунисты-социалисты, и уже изменили изменённое, и утвердили свою Пасху, ну, 1 мая. День международной солидарности трудящихся. Мир, труд, май. Но давайте обо всём по порядку после короткой рекламы. На маркетплейсах можно урвать товар по дешёвке. Большой выбор, а толку. Купил наушники за 700 рублей. Они проработали всего один месяц. Считаем, 700 рублей на 12 месяцев получаются 8400. Это расходы на наушники за год. Плюс нервы и время. Для сравнения, срок службы тюменских наушников Кейс Гуру 4 года. Цена от 5000 в разы выгоднее. У Кейс Гуру каждые наушники с неповторимыми фишками. Таких нет даже у яблок. CGPods настолько популярны среди пользователей, что засветились даже в Forbes. CGPods Sport подходят любым ушам. Не выпадают, уши не устают. В комплекте 7 пар креплений разного цвета. Спорты работают месяц без розетки при ежедневных часовых тренировках. CGPods Air Pro чёткий и громкий звук. Динамик больше на 40%, чем у нового поколения яблок. Микрофон у Air Pro с того же завода, что и у яблок. Тюменцы не жмут и не давят. Не выпадают, в отличие от яблочных. CGPods стоит в 4 раза дешевле яблочек. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Там вас ждёт мой промокод и скидка до 500 рублей. Как я сказал в прошлом ролике, Пасха – это главный христианский праздник. Воскрешение Христова. Но что он заменил? Какой языческий славянский праздник был заменён на эту Пасху? Ну, судя по комментариям к прошлому видео, я так понимаю, это главный вопрос, который волнует мою аудиторию. Кто-то пишет, что он заменил Пасху. Кто-то пишет, что был такой праздник Пасхет. Или же праздник Егорий Вешний. Кто-то считает, что это подменённое весеннее равноденствие. Давайте попробуем в этом разобраться, опираясь на те или иные документы, которые всё-таки дошли до наших дней. Ну, сразу, наверное, придётся огорчить наших неоязычников, последователей славянского радио, почитающих за волхвов Трёхлебова, Хиневича и Левашова. Никакого Пасхета я нигде не нашёл. Ну, и само название Пасха и Пасхет очень созвучны. И Пасхет даже больше похож на Пейсах, чем Пасха. А вот слово Пасха, то есть выгон скота, пасти скот, это уже намного ближе к русскому языку. И если открыть материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Ну, то есть все слова, которые в наших письменных документах есть, они здесь. Как я уже сказал, Пасхет, такого слова я не нашёл. А вот Пасха и Пасха это тождественные слова. Но с чем это связано, что русские люди просто не выговаривали букву Х? Ну, тот же пастух тоже с буквой Х и непосредственно связан с Паской. Он Пас, доверенное ему стадо. Ну, а стадо это паства. Тут как стадо овец, так и духовное стадо. Давайте это пока подчеркнём. Так что, кто говорил, что у нас раньше был праздник Пасха, а не Пасха, то в своём роде они правы, но просто и то, и другое слово обозначало один и тот же праздник. И первое, что здесь написано, что это иудейский праздник в память избавления евреев от египетского рабства. Но мы знаем, что Пасха это ещё и блюдо. Ну, вот оно. Пасха, творожная Пасха или Пасха. Видите, тут тоже есть слово Пасха. Особое блюдо из творога, которое по традиции готовится один раз в году на праздник Пасхи. И вот как они выглядят. В принципе, это та же творожная масса. Кстати, творожная масса это блюдо из СССР, которое, возможно, и заменило творожную Пасху. Но это я, конечно, шучу. Представляете, 1 мая в рабоче-крестьянскую Пасху ели творожную массу. Лирическое отступление. Возвращаемся. Здесь также написано, что обычай готовить вот эту творожную Пасху известен в центральных и северных регионах России. Тогда как на юге России и Украине Пасхой или Паской называют праздничный хлеб кулич. Но кулич в скобках. Потому что названия у всех славянских народов, в принципе, разные. Вот у восточных славян именно кулич это праздничный хлеб. В Молдавии, Румынии и Болгарии пасхальный хлеб называется казунак. В той же Польше это баба. Да, вспоминаем Ром-бабу. Ну и помним, что говорят наши гуры по славянским темам в интернете. Что кулич это фаллический символ. Кулич и два яйца. Но само название баба как-то эту фаллическую теорию отметает. Бабу вынимают, печь ломают. На дрожжах эта баба в печи поднимается, так что ее и не вытащить. Приходится, конечно, не печь ломать, а ломают саму бабу. А вот в еврейской кухне есть бабка. Это сладкий плетеный хлеб или булка. Согласитесь, очень близко. Но, правда, это не пасхальная еда. Потому что евреи на Пасху едят опресноки. Пресный хлеб мацу. Но вернемся к словарю. Смотрите, Пасхой или Паской называют хлеб пасхальный у иудеев. И тут приведены некоторые отрывки. Где хажеши, о, готован тебе есть и Пасху. Или где есть обитель, и де же Пасху со ученики своими с ним. И это как будто про Иисуса Христа. Но мы знаем, что Иисус Христос на Пасху со своими учениками ел пасхального агнца. И я показывал вам картины, на которых этот агнец присутствует. Это картины средневековых художников. Ну, по сути, то время, когда образ Иисуса Христа и создавался. Когда и происходила смена ветхозаветного бога на новозаветного. Ну и дальше, естественно, в словаре есть значение этих слов, как христианский праздник Пасхи в день воскрешения. Меня, кстати, все время поправляют не воскрешение, а воскресение. Потому что его никто не воскрешал, а он сам себя воскресил. Согласен с этим. В день воскресения Христова. И здесь есть такие строки. Жидом Пасха апреля пятого в пяток. А христианам Пасха апреля восьмого. И тут, наверное, нужно объяснить, как вообще сочетаются в себе три эти Пасхи, которые отмечаются в разные даты. Иудейская, католическая и православная Пасха. Вообще, как я уже сказал в начале, это удивительно, что Рождество Христово ни в какой степени не зависит от фас Луны. И празднуется в определенную дату. Католиками 25 декабря, в день зимнего солнцестояния. Ну, а православные из-за своей упертости и нежеланию переходить на грегорианский календарь продолжают жить своей ортодоксальной жизнью, причем даже не в ногу с государством. Ну, кто не знал, у православной церкви Новый год, то есть Новолетие, встречается 1 сентября. А Рождество Христово идет после Нового года. Ну, тут уж ничего не поделаешь, как Петр Первый в 1700 году принес на нашей земле юлианский календарь. Так церковь наша и осталась верна Петру Первому. Хотя сделала вид, что не расслышала, что Новый год Петр Первый также перенес на январь. Тут услышали, а тут сами себе на уме. Но все равно, эта дата не плавающая. Она конкретная, 7 января и 25 декабря у католиков. А вот Пасха рассчитывается, смотрите, по какой формуле. Во-первых, и самое главное, православная и католическая Пасха не может быть раньше Иудейской Пасхи. Ну, потому что Иисус Христос как раз и отмечал Иудейскую Пасху на Тайной Вечере. А распят Он был только на следующий день. Ну, тут не то, чтобы учитывается такой исторический факт, а именно учитывается, что это отмечено в Писании, в Новом Завете. А Новый Завет это закон нового Бога, который нужно очень трепетно защищать и, естественно, соблюдать. Ну, а то, получается, для чего Бога-то меняли? В общем, православная Пасха после Иудейской Пасхи – это главное правило. Дальше идет отчет от весеннего равноденствия, после которого нужно дождаться полнолуния. А это как раз и есть Иудейская Пасха. И вот следующее воскресенье после этого полнолуния. Ну, если там все еще совпадет с 40 днями Великого Поста, то вот это воскресенье и будет Пасхой. Ну, то есть формула здесь хоть какая-то, но есть. Это не то, что никейские символы веры, где Бог-Отец равен Богу-Сыну, как этим двум ипостасиям равен Бог-Святой Дух, который исходит только от Отца по православным канонам, и который исходит и от Сына Филиокве по католическим канонам. То есть, вы понимаете, это не религия, это какая-то математика высшая. Поэтому что простому люду профессор от этой высшей математики скажет, то он и делает. Потому что сам догнать эти формулы, ну, просто не в состоянии. Пасха в этом году выпала на 5 мая. Ну, к примеру, католическая Пасха была 31 марта. Это что же получается? Разница между воскрешением Иисуса Христа у католиков и православных в этом году составила больше месяца. Ну, то есть, вы понимаете, разница не 13 дней, которые разделяют юлианский и григорианский календари. Наш православный Иисус Христос прожил на целый месяц дольше. Это ли не чудо? Я все-таки православный. Жаль только, что полученные мной исторические знания, здравый смысл и логика создают в моей голове диссонанс. Вот, если б не они, я бы с удовольствием был православным. Так вот, Пасха 5 мая – это довольно-таки поздняя Пасха. Но не самая поздняя. Например, в 1945 победном году Пасха была 6 мая. На следующий день был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских войск. Кто-то скажет символично. Но, кстати, 6 мая и праздновался День Георгия Победоносца, или у нас Егория Вешнева, или Юрьев день. А Юрий – это праздник пастухов. И опять подчеркнем, помните, мы только что подчеркнули Пасху. Сейчас, 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 к этому перейдем. Ну вот, кстати, что касается еврейской Пасхи, то она всегда отмечается в один и тот же день. С вечера 14 на утро 15 дня первого месяца Ниссана. Ну, кто не знает, сутки в еврейском календаре начинаются с вечера предыдущего дня. Ну, также отмечается Шаббат. Ну, а уже сам еврейский месяц Ниссан относительно нашего Григорианского календаря, да и того же Юлианского, конечно, плавает. Если в этом году 15 день Ниссана был 22 апреля, то в прошлом 23 году это было 5 апреля. Но еврейские месяцы плотно привязаны к фазе Луны. То есть 14 день – это как раз полная Луна. И не нужно ничего выдумывать. А вот, например, у нас в христианстве есть астрономическое полнолуние – это когда смотришь на небо, и перед тобой, перед твоими глазами полная Луна. А есть церковное полнолуние, которое записано в канонах на бумаге. И плевать им, что на небе полная Луна. У них есть свой церковный лунный календарь. Нет ни у кого ощущения, как будто они назло это всем делают. Так, ну и что касается угощения, про хлеб и творог мы с вами поговорили. Вы, кстати, заметили, что у иудеев на Пейсах на столе сейчас тоже нет ягненка – пасхального агонца. С чем это связано, как вы думаете? Вы удивитесь, но именно с разрушением храма Соломона. Когда стоял храм, в Пейсах приносилась жертва в виде заклания животного, которое называлось Карбан-Песах. Пасхальная жертва. Карбан-Байрам – сейчас у мусульман. Карбан – жертва, Байрам – праздник. Все очень просто. И вот, согласно Торе, каждая семья должна отведать одного ягненка вечером до полуночи на 15 число Ниссана. Там тоже есть свои каноны. Ягненок не мог быть заколот тем, во владении кого есть квасное. Ягненок должен был быть испечен на огне, съеден вместе с мацой и горькими травами. Нельзя было ломать этой пасхальной жертве кости. А нутряной жир от жертвы должен был быть сожжен на жертвеннике до утра. Ну, тоже заморочились, согласитесь. Ну, а после разрушения храма и жертвы, собственно, приносить было некуда. Только остались одни рассказы об этом. Ну, на столе у иудеев в Пейсах также есть яйца. Но, правда, они их не красят. А вот у нас яйца красят, и крашеное яйцо называется крашенка. А вот расписные яйца – писанкой. И это не только пасхальный атрибут. Также у нас яйца красили и на Троицу. Но попы нам продолжают объяснять, что крашеное яйцо, о котором, собственно, нет ни одного упоминания ни в Ветхом, ни в Новом Завете, в христианство пришло от Марии Магдалины. Когда она поехала в Рим проповедовать Слово Божье, так как сама была свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, придя к императору, она должна была подарить какой-то подарок, так как она была совсем бедная, она принесла с собой яичко. Император посмеялся, услышав ее рассказ, и сказал, скорее это яйцо станет красным, чем я поверю в твою историю. И яйцо стало красным. Отличная история, как, собственно, и все такого рода истории у христиан. Не веришь – значит, вера твоя слаба. Но крашеные яйца – это именно народная языческая забава, с которой боролась церковь. Вы же знаете, что церковь боролась с игрищами, со скоморохами, с гудками, с гуслями, с катанием на качелях, я об этом вам читал. И в том числе игра в битке – это когда яйца били друг от друга. Тот, кто разбивал яйцо оппонента, брал это яйцо себе и ел. Ну, слушайте, это сейчас для нас яйцо ничего не стоит. А раньше не каждый день на столе были яйца. То есть, как ни крути, это азартная игра. А еще эти яйца катали с горки. Чье яйцо дальше укатится, тот и выиграл. Не все традиции смогла выбить христианская церковь, как бы она того не хотела. Ну, масленичное гуляние тому свидетельство. Хотя масленица у нас почему-то тоже сейчас считается православным праздником. И как-то встраивается в систему вычисления Пасхи, потому что именно после масленицы начинается Великий Пост. Но при этом на масленицу сжигается чучело. Это же идолопоклонство. Но именно так христианская религия впитывала в себя все местные обряды. И в конечном итоге так смешалось, что уже непонятно, масленица это христианский праздник или языческий. Почему Пасха считается главным праздником христиан? Да потому что только на этом празднике и базируется весь новый Бог, Иисус Христос, его воскресение, с которым не согласны ни иудеи, ни мусульмане. Коран отрицает смерть пророка Исы на кресте. Но похожий праздник, ураза Байрам, у мусульман существует. То есть они постятся весь священный месяц Рамадан. И в последний день этого месяца у них ураза Байрам. Ураза это пост, Байрам праздник. Праздник поста. Ну, видимо, закончившегося. У православных пост 40 дней, у мусульман 30. В этом году этот праздник встречался с 9 на 10 апреля. То есть, в принципе, та же Пасха. Но немножко другие конкурсы. Иудеи, конечно, по столько дней не постятся. Ну, потому что они в Иисуса Христа, как в Бога, не верят. А 40 дней как раз постился Иисус Христос. И в Евангелии от Матфея это описано. В Торе, в Танахе ничего подобного 40-дневного или 30-дневного поста никто не держал. Там были однодневные, трехдневные, семидневные посты. Но не сорокадневные. Но суть в том, что праздники похожие. Все они отмечаются в начале весны. У иудеев это начало года. То есть, первый месяц Ниссан. Но если вспомнить наш календарь до 1492 года, то март у нас тоже был первым месяцем. То есть, праздники в начале года. Про календари мы с вами говорили. И начало года в марте как раз четко ложится на числовые месяцы. Окта. Октябрь. Это восьмой месяц, а не десятый, как сейчас. Дека. Десятый, а не двенадцатый. Ну и февраль. В високосный год прибавляется день в конце года. То есть, в последнем месяце, в феврале. А не как сейчас, во втором месяце. Иудеи справляют исход из египетского рабства. Христиане воскрешение Господа нашего Иисуса Христа. А мусульмане празднуют то, что пророку Мухаммеду в священный месяц Рамадан были открыты первые стихи священной книги мусульман Корана. Разделяй и властвуй. Суть одна, но истории разные. Но, как я уже говорил, начало весны – это начало земледельческих работ. Это сельский, но не городской праздник. Ну, вы понимаете, что ремесленникам, купцам, банкирам, что снег, что дождь, что зной – к их деятельности это не имеет никакого отношения. Первая трава для них ничего особого не значит. А Ветхий Завет и потом Новый Завет – это религия города. Религия знати, элит. И я это вам говорил, и она спокойно себе сосуществовала с поверьями, обрядами, суевериями селян. И это важно. Ветхий Завет не подменял язычество. Они сосуществовали вместе. Просто один бог был в городе, а другие – в деревне. У селян были свои праздники, очень важные именно для их жизнедеятельности. Первая трава, когда можно выгнать уже скот на пастбище, а не кормить его сеном и убирать за ними стойло. Конечно, это праздник, сколько сразу появляется лишнего времени. Корову, овцу, козу не надо кормить, поить, убирать за ней. И все праздники, по большому счету, связаны с солнцем, с его пробуждением, где каждый праздник приближает лето. Лето – это жизнь, жили летами. И вот вербное воскресенье – это неделя до Пасхи. Конечно, христиане дали этому празднику новое название – Вход Господень в Иерусалим. И якобы у нас нет пальмовых ветвей, с которыми встречали Иисуса Христа, когда Он на осле въезжал в этот город. Поэтому мы рвем вербу. Ну, это притянуто за уши, вы понимаете, верба – это предвестник весны, предвестник лета, предвестник яркого, теплого солнца, которое подарит жизнь, урожай, который потом не даст умереть зимой. Тот же праздник, который идет после Пасхи, через неделю – Красная Горка. Это праздник начала весны, вся неделя Радоницы. Ну, то есть, радостная неделя. Ну, христиане также ее называют Фоминой неделей, когда Иисус Христос явился апостолу Фоме, который не поверил в его воскрешение и даже просил показать раны. Ну, причем здесь Фома – костры и хороводы и ярмарки невест с заклинаниями весны селян. Ну, точно так же, как индейцы или аборигены исполняли танец дождя или танец удачной охоты, ну, так они благодарили или задабривали богов, потому что они напрямую зависели от дождя или от удачной охоты. Точно такими же суевериями жили и на деревне. Это обряды, которые постепенно смешались с религией, с тем же Ветхим Заветом. И вот 6 мая. Юрий – праздник пастухов. Это Юрьев день. Причем Юрьев день, как нам говорят, был и осенний, и весенний. Весенний – это Егорий Вешний. Как нам говорят, название происходит от имени святого Георгия Победоносца. Но, согласитесь, как-то икона никак не отражает праздник пастухов. Ну, давайте смотреть, что пишет Владимир Даль. В сборнике «Пословицы русского народа». Второй том. Егорий Вешний. День Егория Храброго. Егория Вешнего. На Егорьевской неделе прилет ласточкам. Егорий с теплом, а Никола с кормом. Егорий с водой, с росой, а Никола с травой. Так, ну тут похоже. Смотрите. Святой Юрий запасает, то есть начинает пасти, обновлять паству коров, Николай коней. На Юрия роса не надо коням овса. На Юрия дождь, скоту легкий год. То есть, где здесь религия? Какое дело горожанам, когда прилетели ласточки? Хватит ли сена до Юрия или до Николы? Да, смотрите, сена достает у дурня до Юрия, у разумного до Николы. И это не до декабря. То есть, день святителя Николая в том же православии 19 декабря. Ну, где запасти столько сена? То есть, на полтора года вперед, что ли? Нет, конечно, есть праздник Никола Вешний. Это 22 мая. Ну, мы сами видим, какой сейчас май, что снег идет в Москве. Поэтому нужно рассчитывать вот именно до этого Николы. А что же, это два разных Николы? Ну, у православной церкви есть и на это ответ. Якобы 22 мая церковь празднует перенесение мощей святителя Николая. Но мы этому, собственно, уже и не удивляемся. Хорошо бы, конечно, понять, кто такой Никола, кто такой Егорий. Но, боюсь, это сделать будет очень трудно. Все уничтожили и переписали. То есть, мы видим, что праздник связан с пастушеством. То есть, выгоняют скот. Появляется роса, трава. Юрий росу спустил, гони животину на Юрьеву росу. Юрий – праздник пастухов. Их дарят и кормят в поле мирской яичницей. На Егория пастуха окачивают, чтобы во все лето не дремал. В поле стадо сгонять и Егория окликать. Храбрый ты наш Егорий, ты спаси нашу скотину. Ну, понимаете, где здесь чудо о змеи? Где здесь великомучение Григория Победоносца? Совершенно другой образ. И вот этими сорванными вербочками бабушки многих моих зрителей гнали коров к пастуху на поле и приговаривали. Вот лубок 19 века Егорий Вешний. Про всевозможные обряды на этот день я говорить не буду. Но вот смотрите, на востоке Балкан одним из основных эпизодов праздника Юрьева дня было, внимание, принесение в жертву ягненка. И ссылка на Татьяну Агапкину «Славянская мифология». Татьяна Алексеевна Агапкина – советский и российский фольклорист-словист, этнолингвист. Ну и регалии можете сами прочитать. Я нашел книжки старые, пасхалий и святцы 17 века. Одна даже дореформенная, вроде как. Другая прям послереформенная. Имеется в виду реформа Никона. Читать их очень трудно. Но не потому, что они написаны на церковно-славянском, а потому что еще шрифт плохо виден и читается. Можно, конечно, посмотреть картинки, на которых нет никаких крестов, церквей, и вообще никакой православной христианской символики. Ну вот вторая книга «Пасхалий и святцы», как здесь написано, составленная в 1672 году, в самом своем начале, это «Пасхалия», имеет текст ветхозаветный. Здесь, конечно, все переписывалось, да? Вы видите, что черными уже по красному идут другие записи. Ну, смотрите, «Речи Бог Моисею, да будет вам сей первый месяц, месяц март». И идет повествование. Вот «Сей же месяц март, прищедрый Бог Моисею, что-то там работы свободи, преславно спаси, через море какое-то проведи, и фараона со всеми потопи». Ну, то есть, мы понимаем, описывается исход. По сути, история старая, всем знакомая. И недаром с нее начинают. А дальше описывается новая история. «Всей же месяц, Христос, Тайную Вечерю, что-то там с учениками». Понимаете, да, как один праздник наложили на другой? Ну, то же самое и со славянскими праздниками. Ну, и много где Пасха называется как «Велик день» или «Великий день». И вот смотрите, в славянских переводах Библии, например, в Астромировском Евангелии, этим словом обозначалась и «Иудейская Пасха». Это в том же словаре с резинского, древнерусского языка по письменным памятникам. И тут смотрим «Велик день», астромировая Евангелие, и ссылки на исход, с уточнением, что по списку XIV века. Ну, а дальше «Велик день» — это светлое воскресение Христова. Дальше опять смотрим «Велик день», Пасха еврейская, «Ветхий Великий день». Ну, как-то так. Ну, если честно, я специально искал подтверждение жертвоприношения ягненка славянами в праздничные дни начала весны и нашел. Та же Агапкина, смотрим, в поля втыкали ветки, освященные в церкви в вербное воскресенье. Специально изготовленные из этих веток крестики, освященные свечи, вертел от Юрьевского ягненка, на поле молились, крапили посевы святой водой, целовали землю. Вертел от Юрьевского ягненка. У южных славян немало магических действий в Юрьев день было связано с овцой, предназначенной для первого доения. Ее украшали венком из трав и цветов. Отдельный венок вешали на котел, в котором ее доили. Ну, или вот ссылка на Никиту Ильича Толстого, советский и российский лингвист, словист и фольклорист, доктор филологических наук, профессор. У сербов и болгар группа парней обходила ночью село или поле, неся с собой кожу заклонного в Юрьев день ягненка. Удивительно, жертвоприношение православных болгар, сербов, после того, как Иисус Христос сам принес себя в жертву и дал завет, что эти жертвы можно не приносить. А я говорю, сосуществуя славянские традиции и городские религиозные заветы часто переплетались один в другой. Ну, кто-то считал, что их бог сильнее, поэтому мы будем молиться их богу, приносить жертву их богу. Ну, я в этом ничего постыдного не вижу. Ну, мы сейчас говорим о людях, которые жили поверьями и обрядами, молились разным богам. Когда холодно, молились солнцу. Когда жарко, молились дождю. Это ж не значит, что они предали бога солнца. Нет. Это, как говорится, вода полезная вещь. Но ей тоже можно захлебнуться. И мы, конечно же, должны понять тех людей, которые жили тяжелым физическим трудом. Я не понимаю нынешних людей, которые идут в церковь и ставят свечки. Надеюсь, что эта свечка поможет решить их финансовые проблемы. Идите работать! Это будет куда продуктивнее. Но, к сожалению, их одурманивают ладаном отцы-настоятели, которые настаивают, чтобы народ не умнел и не смотрел на ютубе канал председателя. И, конечно, нынешние все христианские праздники это праздники солнца, которые заместили собой праздники древних селян, земледельцев и скотоводов. Зима в то время это было тяжелое, суровое время года. Электричества, газа не было, чтобы обогреть свое жилище. Рождество Христово ни для кого не секрет, что это рождение нового солнца. 22-25 декабря. День начинает идти на увеличение. Можно сказать, первый звоночек весны. То же благовещение, которое мы, православные, встречаем 25 марта. Якобы благая весть, принесенная архангелом Деве Марии, что она родит мессию Мышаха. Это благая весть о приходе весны. Именно на этот день прилетают птицы. И вот, собственно, благая весть, что скоро лето. Они прилетают и начинают кликать весну. И так же и люди собирались в хороводы, гукали и кликали весну. Не архангела Гавриила, не Деву Марию, а весну. И так, в принципе, можно разобрать все главные христианские праздники. Сретенье, Крещение, Троицу. Все они, поверьте, будут связаны с природой. Ну, можем как-нибудь это сделать. Так вот, еще раз говорю, поверья и обряды сельской местности сосуществовали с религией городов. Ну, и пересекались они только, может быть, на ярмарках. Откуда, наверное, перенимали друг у друга некие обычаи. Ну, а Пасха в том виде, которую мы сейчас встречаем, это, естественно, праздник новозаветный. Праздник нового бога. Который пришел к нам совсем недавно. Мы видим даже, что болгары и сербы и южные славяне по традиции до сих пор на Пасху на Егория Вешнева приносили в жертву ягненка. А это, конечно, жертва ветхозаветному богу. Ни в коем случае не хочу выделить какого-то бога новозаветного, старозаветного, славянских богов. Кому какой нравится. Я лично предпочитаю верить в логику и здравый смысл. Но для этого, конечно, нужны знания, которых вам в церкви не дадут. На этом сегодня у меня все. Поздравляю вас еще раз с пасхальной неделей, с Великим Днем Победы 9 мая. Обязательно оцените это видео. Ну и пишите комментарии, будет очень интересно их почитать. Нет ничего полезнее и приятнее в отличный весенний денек, чем косоворотка из 100% лучшего льна. Такую вы найдете только в интернет-магазине русскаяодежда.рф предсельмак. Наши конопляные рубашки с длинным и коротким рукавом смотрятся красиво и дорого. А еще приносят пользу. Крапива – знаковое растение. Рубашка или косоворотка из серой крапивы, защитного цвета гимнастерка или черные крапивные брюки всесезонной одежды. Шелк заботится о сохранении ваших нервов и зрительной остроты. Хлопок защищает от влияния негативной энергии. Думая о вашем здоровье, мы не забываем о практичности, поэтому наши свободные карго и стильные джогеры такие удобные для летних приключений. Несколько паркарманов делают их необычайно функциональными. Женские и мужские брюки изо льна вне конкуренции. Идеальны во всех отношениях. Яркие, неординарные летние цвета. А две разные вещи одинакового цвета пополнят ваш гардероб новым костюмом. Вот таким, к примеру, льняным или таким крапивным. Простые, элегантные комбинации из крапивы уже одобрены многими нашими покупателями. Впрочем, и контрастные цвета смотрятся не хуже. Взгляните на различные сочетания сочного яркого льна в мужской рубашке с отделкой или платье с карманами. Платье из предсельмага сделают любую фигуру стройнее, а наша шелковая рубашка сливается с телом, как вторая кожа. И просто не существует другой природной ткани с таким красивым и благородным блеском, как у дикого шелка. Для моря, отпуска и дачи мужская рубашка с капюшоном. Есть даже изморлевки и непременно футболки, которые вы сможете носить не одно лето. С шортами или брюками уже можете примерить новую коллекцию футболок в московском шоуруме на Курской. Насладиться естественностью натуральных тканей. И, конечно, красотой душегрейк из оригинальных паулопосадских платков на льняной или меховой подкладке. Наш приветливый консультант поможет подобрать лучший, оригинальный и полезный подарок удивительной красоты. Комплект с паулопосадским платком по уникальной цене или уникальную авторскую сумочку с фермуаром в цвет душегрей. Или, что поверьте не хуже, лёжа на диване отправиться за покупками в интернет-магазин русскойодежда.рф предсельмак. Мы быстро соберём и доставим вам посылку нужных, а главное полезных вещей и подарков с русским колоритом.